Сегодня в 11 часов утра на 75-м километре Тюменского тракта в окрестностях Богдановича здоровенный твердый самосвал Мерседес Актроз, ехавший из Тюмени в Екатеринбург на техобслуживание прицепа порожняком напал подло сзади на маленький, по сравнению с ним малюсенький Хюндай Акцент, который неожиданно с аварийкой тормознулся посреди проезжей части. Кто-то скажет, ну все понятно. 33-летний пилот грузового Мерина Александр Меньшенин тупо не соблюдал дистанцию и не успел ни тормознуть, ни отвернуть. Все вроде так, но сам Александр уверяет, что и времени, и места ему вполне хватило бы, чтобы уехать на чужую, но там в это время волею небес оказался грузовик. И дабы избежать крупномасштабного лобового замеса, пилот Мерседеса выбрал меньшее из зол и вонзился в корму вставшего как вкопанный Акцента. Впрочем, долой от себя тяну, слушаем первоисточник. Двигаясь со стороны Тюмени на Екатеринбург, шел по полосе, вижу впереди легковая двигается. И как, ну, вроде ехала-ехала, и раз это встает резко, вот я буквально ее уже догоняю, встречка идет, притормаживаю, все, она едет, включает аварийку и тормозит резко она. И, ну, вообще, вот прям не затормозить, даже не успеть остановиться-то. Я влево, а там встречка идет. Вот свидетель останавливался, подтверждал. Произошло столкновение? Да. Он в обочину ушел, и я, это, навстречку пошел. Так, у вас автомобиль в исправном состоянии? В исправном. Мы автомобилю два с половиной года. Удар грузовика в стоячий Hyundai был такой силы, что легковушка отлетела метров на 30 вперед и со сплющенным задом окопалась в кювете. Это получился не акцент, а полакцента. Даже страшно представить, что случилось бы с людьми на заднем диванчике Hyundai. Хотя, что тут представлять, мгновенная смерть в светлую среду. Но, по счастью, и пассажир, и, что характерно, и 71-летняя автопилотка находились на передних сидениях акцента, потому при разрушении кормового отсека болида выжили. Водитель автомобилем Mercedes допустил столкновение с состоящим транспортным средством Hyundai. В результате дорожно-транспортного происшествия водители пассажиров в Hyundai госпитализированы в центральную районную больницу. Достоверно неизвестно, какая причина погнала наружу из спасительного, самоизолирующего дома 71-летнюю водительницу. Но факт, что при таком внезапном стиле торможения посреди дороги, ей вот не коронавируса надо опасаться. Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения о соблюдении правил дорожного движения, а также режима самоизоляции.